МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фронтовое веселье в материале подробностей. Братская атака за распространением компьютерного вируса Петя А. Стоит российская разведка. Результаты расследования опубликовала ЦРУ. Итак, начнем. Аттракцион невиданной прытия сбежал при задержании, выпрыгнув в окно. Так удалось уйти от спецназа депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко, которого подозревают в попытке дать взятку детективу НАБУ. Силовики заявили, местонахождение Бабенко и его сообщника пока не установлено. Не исключено, что их объявят государственный и международный розыск. Что известно о депутате-беглеце, об этом в справке подробностей. 500 тысяч долларов за то, чтобы, цитирую, снять арест со 185 миллионов гривен, находящихся на счетах фирмы, собственником которой является Одесский областной депутат. В этом обвиняют Олега Бабенко и его сообщника. Коррупционные схемы, связанные с машиностроительной компанией Краян, спецслужбы расследуют уже несколько лет. И хотя инцидент сдачи и взятки произошел еще в декабре, выручить подозрение фигурантам дела НАБУ и ГПУ решили накануне. Однако одесский депутат не захотел сдаваться в руки правоохранителей и сбежал от спецназа, выпрыгнув в окно. Позже на своей странице в фейсбуке он заверил, вопросы, связанные с Краяном, являются выдумкой и провокацией. От НАБУ потребовал извинений и заверил, в ближайшее время вернется в столицу и сам наведается в антикоррупционное бюро. Мы написали сообщение Бабенко, но ответ так и не получили. Не торопятся комментировать ситуацию и в НАБУ. Там подчеркнули, к задержанию депутаты отношения не имеют. Якобы процессуальные действия проводили сотрудники ГПУ. Но в генпрокуратуре доказывают обратное, ссылаясь на то, что следствие ведут антикоррупционные детективы. Также в генпрокуратуре уточнили, что местонахождение подозреваемых не установлено и не исключают, что объявят их в государственный и международный розыск. Мы выяснили, в Одессе фамилия областного депутата Олега Бабенко не на слуху. Даже журналистам, которые следят за деятельностью местных политиков. Дескать, темная лошадка на сессиях не выступает, в публичных мероприятиях не участвует. Единственное, год назад Бабенко засветился в скандале вокруг Укроборонпрома. Якобы через молдавскую фирму в Украину поставлялись российские двигатели для БТР. И учредители этой фирмы якобы связаны с братьями Бабенко. Такое расследование существует. Именно тогда фамилия Бабенко фактически попала в СМИ. Это вообще практически никто не знал. Также известно, что в феврале прошлого года Олег Бабенко посетил молитвенный завтрак с участием президента США Дональда Трампа в Белом доме. Входной билет на такое мероприятие удовольствие не из дешевых. К тому же присутствующие должны были сделать благотворительные взносы. Размер подобных пожертвований мог исчисляться несколькими сотнями тысяч долларов. Ну а тем временем в Одессе суд отказался выпустить из-под стражи фигуранта резонансного дела о пожаре в лагере Виктория Петроса Саркисяна. Судья согласился с доводами прокуратуры о том, что бывший директор лагеря может влиять на следствие и уничтожить улики. Напомню, трагедия Виктории случилась осенью прошлого года. В детском лагере вспыхнул пожар, в результате которого погибли три девочки. Саркисяна подозревают в нарушении требований пожарной безопасности, но сам он заявляет о своей невиновности. Утверждает, что всю ответственность за произошедшее несут чиновники Одесской мэрии, в частности Управление капитального строительства и Департамента образования. К слову, никому из сотрудников этих ведомств подозрения объявлено так и не было, хотя расследование в их отношении продолжается. Саркисян, узнав о том, что проведет в СИЗО еще минимум два месяца, объявил голодовку. И снова пожар в Одессе. Масштабное возгорание на территории железнодорожной станции Сортировочная. Здесь горело одноэтажное административное здание. Пламя почти полностью охватило крышу. К тушению огня привлекли 10 единиц техники и даже пожарный поезд. Из здания вовремя вынесли баллоны с газом, а также около 70 единиц стрелкового оружия и патроны к нему. Дело в том, что в этом здании располагается помещение военизированной охраны. Позже при повторном осмотре места происшествия там обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность пытаются установить следователи. Загальная площадь пожежи склала 400 метров квадратных. Складность гасения пожежи обумовлена швидким расповсюджением в огню под деревянным конструкциям. Будивли засильного ветра. Спасение из огня. В селе Пещаном Черкасской области соседи вытащили из пылающего дома 11-летнего мальчика. Подросток не мог самостоятельно покинуть горящее здание, но помощь подоспела вовремя. Больше расскажет Станислав Кухарчук. Вот мы с ним ездили в Курсунь. Музей там летом. Лариса Николаевна с умилением показывает фото своего единственного внука Назара. С родителями он живет за 200 километров от Пещанова в Тальном. А на летних и зимних каникулах обязательно гостит у бабушки с прабабушкой. Но 9 января они едва не потеряли внука. В то злополучное утро Назар и мама Ларисы Николаевны были в доме одни. Когда начался пожар, прабабушка успела выскочить во двор. Мальчику путь преградило пламя. Он спал вот тут в этой комнате на лишку. Так как он уже за нарезки тюльба села. Он даже, ну, окна закрыты, потому что он уже закрыт. Не сильно он чувствовал, что там, может, кто-то губы стукал. Он был весь так в дыму уже, а окно открыть не мог. Ну, видно, взлякался больше всего. Возгорание произошло в коридоре. Огонь очень быстро добрался к комнате, где спал ребёнок. На потолке детской спальни следы от пламени и дыма. Стихия не оставила Назару ни единого шанса самостоятельно спастись. Из пылающего дома мальчика вытащили проезжавшие мимо односельчане. Вот так односельчане сейчас помогают семье Кривенко после пожара восстановить сгоревшее жильё. Виталий один из тех, кто первым бросился тушить пожар и спасать ребёнка. Я уже подбег, когда его один из наших односельчан вытяг через векно. Он переживал больше не за себя, а за планшет, который оставался там. Не поддалось и кирпичом сразу, но выбили. Выбили это векно. Вытягали малого, потом уже пытались чему-то найти, ну, потушить. Назара в тот же день забрали домой родители. Он отделался лишь лёгким испугом. Герои-рятувальники – это Владислав Полит и Александр Исаенко. У нас проходит акция «Герои-рятувальник року» щороценно. Эти герои, они будут отмечены, в том числе и сотрудниками ДСНС. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки. Огонь уничтожил имущество не на одну тысячу гривен. Лариса Николаевна надеется, в ближайшее время всё восстановят. Главное, что внук и мама живы и невредимы. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности – телеканал «Интер». Черкасская область. Далее в выпуске новости с востока. Боевики впервые с начала года применили артиллерию. По сообщению штаба АТО, самой напряжённой была обстановка на Донецком направлении. В Приазове украинские позиции противник обстрелял из гранатомётов и 120-мм миномётов. На подступах к водяному били из артиллерийских систем калибра 122 мм. Однако, несмотря на обострение, праздничные калятки и щедровки не отменить. Вдоль линии фронта действует несколько групп волонтёров, которые дают возможность нашим солдатам хотя бы на время почувствовать атмосферу дома. На передовой под Попасной в Луганской области рождественские песни слушал и наш корреспондент Геннадий Вивденко. Пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земля, Сын Божий, народися. 26 студентов из Львова приехали на передовую поздравить бойцов, как положено по всем канонам рождественского вертепа. Причём с краплениями в данный сценарий новых украинских реалий, особенно важных для украинских солдат сегодня. То добро, которое остается в тилу, оно бы не могло существовать, если бы не они. То есть они как раз это первое добро, а мы за ними. То есть и вместе это большое добро. Студентка и боец узнали, что они из одного района в Прикарпатии. Мы не знаем один одного, но все войсковые, которые служат на Сходе, они являются родными и близкими. Для меня все украинцы близкие. Мы очень рады, потому что это додает святковости, хотя и ощущение какой-то теплости в души, радости, что за нас помятают. Для студентов из Львова это второй вертеп за день. Уже успели побывать под вражеским огнём. Позади Мариуполь, Марьенко, Авдеевка. Сейчас под фронтовой попасной. Перед вертепом Капеллан говорит о самом наболевшем для воинов. Многие в тилу уже забыли, что на востоке Родины война. Люди, которые живут за вашими спинами в Центральной Украине, Захидной, Певденной, Схидной, где нет войны, они часто не могут вас понять, когда вы приезжаете домой. И это для вас очень добра оценка, потому что за вашими спинами есть мир, они не спят в огнецах, они не слышат разрывы снарядов, бомб. Христос рождается. По сценарию двое ангелов против трёх чертенят. Так выглядит на взгляд группы «Украинское общество». Силы зла радуются коррупцией, низким зарплатам и никудышним соцобеспечением людей. На этом фоне актёр-солдат уходит на фронт. Суровые лица пехотинцев, недавно потерявших тут своих побратимов, добреют. В заброшенном, пробитом вражескими бомбами ангаре под Попасной минусовая температура. Солдаты, свободные от службы, снимают всё представление на мобилке, а в нём добро в итоге побеждает. Есть часы идти в солдаты, чтобы за правду воювать. Есть часы в родной доме мир и спокойствие строить. Христос народился. Христос рождается. Слава Богу! Поверьте, мы всё защищали и вас будем защищать. Ваш сон, ваше мирное небо над лукою и родную нашу землю. Спасибо. Через несколько минут ребята соберутся и сядут в автобус. Их ждёт ещё несколько участков уже в северном направлении фронта. Это твердя будет длиться ещё до 15 января. Геннадий Вивданко, Евгений Пахальчук, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Соединённые Штаты увеличат ядерный потенциал для сдерживания России. Об этом сообщила американская пресса со ссылкой на проект ядерной доктрины страны на 2018 год. В документе якобы говорится о необходимости наращивания арсенала, а именно тактического ядерного оружия, так называемых боеголовок низкой взрывной силы. Такой шаг должен дать Москве понять, что в случае использования ядерного оружия силы будут неравны и обернуться для Кремля плачевно, отмечается в документе. За вирусом Петя стоят российские военные хакеры. Об этом сообщило издание Washington Post, ссылаясь на отчёт Центрального разведывательного управления США. Американская разведка практически уверена, что атака в киберпространстве была организована главным военным разведуправлением России. Напомню, в июне прошлого года вирус Петя А атаковал несколько стран, но больше всего досталось тогда Украине. В результате были выведены из строя правительственные и информационные системы. Кроме того, российских хакеров заподозрили в попытке взломать почту Сената Соединённых Штатов и целью якобы была переписка американских политиков. Подозрительный пакет обнаружили в здании банка в Берлине. Полиция не исключает, что это может быть взрывчатка. В целях безопасности силовики перекрыли близлежащие улицы. По предварительной информации, пакет в банк привёз курьер одной из местных служб доставки. Внутри был странный чёрный порошок и предмет, похожий на запал. Пока неизвестно, кто отправитель и с какой именно целью посылку доставили в банк. Едва созданная коалиция в Германии оказалась под вопросом. Социал-демократы не сказали своего веского слова. СДК готовятся к партийному съезду, на котором и должны решить, начнёт ли их политическая сила коалиционные переговоры с христианскими демократами. Чего же ждать от Большого собрания, расскажет Татьяна Лагунова. Непростая миссия Мартина Шульца, лидеру социал-демократов, который до и после выборов внушал однопартийцам. Большая коалиция только вредит политической силе. Теперь нужно убедить их в обратном. И получить от членов партии мандат на ведение коалиционных переговоров с христианскими демократами. Причины так долго и настойчиво отказываться от Большой коалиции у Мартина Шульца были веские. Все социологические исследования показывают, входя в правящий союз такого формата, партия теряет рейтинги. Но после того, как Ангела Меркель не смогла договориться с либералами и зелёными, в дело вмешался президент Франк-Вальтер Штайнмайер и убедил СДК в рискнуть ещё раз. Мы довольны результатами зондирующих переговоров. Руководство партии решило, что мы готовы приступить к формированию коалиции. Сейчас мы готовимся к партийному съезду, чтобы на нём получить согласие членов партии. Партийный съезд состоится в следующее воскресенье в Бонне. И формальным голосования не будет. Против большой коалиции выступают группа социал-демократов более левого толка и молодёжное крыло партии. Моя интуиция говорит, голосов «за» может и не хватить. Если же СДК всё-таки проголосуют «за», то коалиционные переговоры начнутся уже на следующий день после партийного съезда. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности. Немецкое. Бюро телеканала «Интер». Среди погибших в результате аварии автобусов в Чехии наших сограждан нет. Об этом заявили в консульской службе Министерства иностранных дел Украины. И напомним, авария произошла накануне днём на трассе возле города Горомержица к северо-западу от Праги. Автобус с пассажирами, среди которых было много иностранцев, столкнулся с легковым автомобилем и затем врезался в дерево. Погибли 4 человека, ещё 48 пострадали. Причину аварии до сих пор устанавливают. И снова в Украину. Снова в Украину. Записаться на приём к врачу через интернет. Такая услуга появилась в Тернопольской городской детской больнице. Правда, не успело нововведение толком прижиться, как тернопольцы уже начали жаловаться на него. Что не так, расскажут наши корреспонденты. Электронная регистратура заработала в Тернополе в начале декабря. Родители, которые через интернет уже пытались записать детей на приём к врачу, делятся впечатлениями в соцсетях. Елена рассказывает, хотела отвезти к педиатру двоих своих малышей. Но оказалось, что система может зарегистрировать в день только одного ребёнка. Дети Людмилы, Даниил и Ирена часто болеют. У мальчика ещё и астма. Чтобы попасть к врачам, не раз выставили в длинных очередях. Похоже, избежать этого не удастся и сейчас. Даже не можно было никуда кликнуть, чтобы где-то зарегистрироваться. Можливо, сейчас система не работает. Как рассказывали знакомые, они ходили в регистратуру, вживую. Снова выбирали день, дату, чтобы зарегистрироваться. Ажиотаж у окошка регистратуры первой детской поликлиники свидетельствует, что воспользоваться инновационной системой не получилось не только у Людмилы. Без онлайн? Ну, как, какой день? Может быть и четыре, и шесть, и больше. Но, повышенно, больше 100 регистрации. В онлайне, скажут, что кому получается, кто еще не знает, как. Те, кто прошел онлайн-регистрацию, преимущества пока тоже не видят. 14.3, уже 5 минут мой прием. А вот руководство больницы уверяет, очереди существенно уменьшились. Правда, признают, что у системы электронной записи действительно еще много недоработок. Сегодня электронная регистратура функционирует только в педиатрическом отделении. На ее внедрение чиновники потратили из городского бюджета около миллиона гривен. Анастасия Крылатая, Жанна Дучак, Зиновия Автоназ, телеканал Интер, Тернополь. В Украине более 150 тысяч детей с инвалидностью. Ежегодно государство уделяет на них более 6 миллиардов гривен. Однако, как правило, эти деньги идут на содержание зданий, интернатов, оплату коммунальных счетов. А главное, дорогостоящая реабилитация ложится на плечи родителей. Активно таким детям помогают благотворительные организации и фонды. Оплачивая лечение, оздоровление и реабилитацию. Больше смотрите в нашем материале. Назад. Одновременно, Кирилл. Кирилл с мамой занимаются здесь всего 4 дня. Но даже после такого небольшого срока мальчик уже показывает первые успехи. Пошел. Раз. Этот центр в Киеве уникальный для Украины. Здесь установлены десятки тренажеров, на которых тренеры помогают развивать у таких детей равновесие и координацию движений. Потому что идет и своего рода и массаж, и идет растяжка, и идут такие вправы, которые необходимы. И координацию движения. У нас втрачена координация движения. Я уверена, что это до европейского стандарта все идет. И я очень довольна. Еще месяц назад центр посетил глава благотворительного фонда возрождения Владимир Мунтян. Тогда детям передали сертификат на оборудование уникальной комнаты сенсорной интеграцией. Сегодня она уже заработала. Это и подвесные тренажеры. Это развитие баланса, вестибулярной системы, проприоциативной системы. Подвесные системы, гамаки для детей с аутизмом. Тактильные поверхности. Многие из этих тренажеров уникальны в Украине. Все, что вы тут видите, оно было специально замовлено фондом отроджения. И все это было сделано специально под замовлено данного простору, данного помещения и данных особенностей для Центра Киевской реабилитации детей-инвалидов. Мы будем продолжать это сотрудничество, потому что нас всегда волнует то, знаете, где нужда, где сегодня можно что-то изменить. Особенно, если это касается детей, если это касается деток, которые нуждаются в том, чтобы им помогли. И часто все упирается во что? В финансы. Потому что финансы – это та возможность купить оборудование, сделать какую-то комнату, сделать что-то, что изменит жизнь. Не все дети с инвалидностью в Украине могут заниматься в таких центрах. Сотни детей из ДЦП живут в интернатах. Мария – воспитанница Днепровского детского дома-интерната. У нее врожденный детский церебральный паралич. Недавно сбылась ее главная мечта. После сложной операции она наконец-то смогла встать на ноги. Теперь у Марии появилась новая мечта. Мне очень нравится помогать людям. Хотела бы этим дальше заниматься, помогать людям. Может быть, даже не психологам, может быть, что-то в этой сфере, но связано с помощью людям, которые в этом нуждаются. Уже более 10 лет этому интернату также помогает благотворительный фонд. Благотворительный фонд «Возрождение» Владимира Мунтиана ежемесячно предоставляет помощь для приобретения специализированного интерального питания. Была приобретена на помощь благотворительного фонда теплая одежда для детей. Это и зимняя обувь, это и теплые курточки, это и носочки, и шапочки. В этом году благодаря помощи и поддержке мы и на море детей свозили. Тренажеры, развитие, занятия с тренером, полноценное питание и отдых. Однако, прежде всего, забота. Главное, что нужно таким детям. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Далее сообщение из-за рубежа. Лесные пожары бушуют в Австралии в 170 километрах от Сиднея. Огонь распространяется очень быстро из-за сильного ветра и уже угрожает жилым кварталам города Нью-Касл. Плохая видимость из-за сильного задымления парализовала местные аэропорты. Если до завтра огонь не удастся локализовать, местные власти объявят чрезвычайное положение. Но тем временем в Американской Калифорнии на смену масштабным пожарам пришли проливные дожди. В штате растет число жертв и пострадавших в результате оползней и наводнений. По последним данным, погибли уже 18 человек. Еще 43 значатся пропавшими без вести. Самая тяжелая ситуация в Санта-Барбаре. Там разрушено около сотни домов. 150 человек госпитализированы с травмами разной тяжести. Дональд Трамп впервые после избрания попал в госпиталь. Здоров ли политик и какие секреты о своем образе жизни рассказал врачам? Дмитрий Анопченко знает все подробности. Городок Бефесда в штате Мэриленд в получасе езды от столицы. Длинный кортеж с полицейским сопровождением. И десятки журналистов, дежурищих у ворот, в здешний военный госпиталь. Один из самых крупных в стране Дональд Трамп и прибыл на обследование. Ничего серьезного. Просто плановая проверка, которую каждый американский президент раз в году проходит. Это обследование мало отличается от того, которое здесь, в госпитале, провели бы любому 70-летнему пациенту. И вопросы врачей тоже стандартные. Как спите? На что жалуетесь? Но вот ответа на них дали прессе возможность узнать немало неожиданного об американском президенте. Оказалось, физически Трамп невероятно здоров. Сказал докторам. Мол, в последний раз был в больнице еще ребенком в 11 лет, когда ему аппендицит вырезали. И с тех самых пор ни разу ничем не болел. Спит по 5 часов в сутки, не курит и не пьет. Трамп предпочитает колу, а питается исключительно фастфудом, считая его самой здоровой на свете пищей. Причем заказывает большие порции. Может за раз съесть пару бигмаков, фишбургер и запить все это шоколадным шейком. Последовал и обязательный в таких случаях вопрос о физической активности. На что Трамп ответил. Изредка играю в гольф, но оказалось, он ни спортом не занимается, ни зарядку не делает. Он поведал врачам свою теорию, в которую очень серьезно верит. Трамп считает, что в человеке энергии, как в обычной батарейке, определенное количество. Будешь заниматься спортом, потратишь ее раньше времени, будешь расходовать экономно, дольше проживешь. Всех интересовало, будут ли врачи проверять умственные способности президента. Ведь его критики в последнее время только об этом и говорят. Мол, что вы хотите, возраст. Дескать, поэтому и странные твиты, и странные поступки. Но в госпитале сообщили, ни психолог, ни тем более психиатр при обследовании задействованы не будут. Только терапевт. Им важно исключительно физическое здоровье первого лица. И для своего возраста Трамп в отличной форме. Этой короткой фразой по итогам осмотра и отделался личный врач президента. Мол, excellent health, состояние великолепное. Детальный отчет о том, что происходит с Трампом, опубликуют во вторник. Таковы правила. В Штатах, в принципе, не принято вслух говорить о состоянии здоровья. Внешне всегда у всех все окей. Но это не касается главы государства. Тем более, когда президенту Америки за 70. Из военного госпиталя в Бефезде, Мэриленд. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. Сегодня украинцы отмечают щедрый вечер. Он по традиции не обходится без святочных колядок, с новогодними пожеланиями. Поздравляли сегодня украинских политиков. Так, к лидеру радикальной партии Олегу Лешко пришли участники народного ансамбля «Светанок». Они все с нарушениями зрения. Нардеп поблагодарил их за песни и пообещал артистам добиться максимальной поддержки со стороны государства для людей с особыми потребностями. Мы сделаем, чтобы государство ценило и вашу работу, и ваши руки, и ваше житие, и каждому украинцу. И чтобы столы ломились не только в ночах, а и каждому украинцу, чтобы на столе было и хлеб, и хлеб. Одновременно тысячи человек сегодня спели щедривки в Харькове, на главной улице города, уличный вертеп-фест, на который съехались гости со всей Украины, от Попасной до Ивана Франковска. В канун Старого Нового Года люди щедровали, показывали фрагменты библейских сюжетов и делились старинными народными традициями. В вертепном шествии поучаствовали и наши корреспонденты. Это поют щедривки дети из Попасной Луганской области. Говорят, репертуар собирали по крупицам. Многие спрашивали у родителей, смотрели в интернете. И все это скрепили по частичкам, чтобы получилось что-то действительно стоящее. Рядом вертеп из Прикарпатии. Чуть не опоздали. Были в военном госпитале. Только идем из военном госпитале, где поднимали дух бойцам нашей армии. И случайные слезы на очах. Мы осуществляем Марию и Йосифа. И детство, которое родилось. Мы несемо добро, светло, мир. Вот это наша миссия. Дети из Полтавской Ковалевки распределили между собой роли. Я буду козочкой. Она будет ангелом. Она будет господиной. А вот это черт. Я пасушок. В полдень с военным оркестром во главе колонна вертеп-феста отправляется вниз по улице Сумской. Добрый вечер! Добрым людям! На здоровье! Десвятого вас! В колонне пляшут даже маленькие пастушки. Харьковчане на тротуарах пританцовывают в такт. Праздник. Как же не веселиться и не танцевать. Это надо знать, что Иисус Христос народился. Это добро. Это несет все. В мир добро. Гости из Прикарпатии объясняют, что по традиции нужно делать сегодня вечером. Сегодня, 13 сентября, вечером ходит маланка, которая водит с собой козу. Где коза ходит, там жизнь родит. А где не бывает, там все пропадает. Коза – это усовление богатства, добра, здоровья. А этот парень показывает, как нужно завтра утром засевать. На коханья сием мак. Сием жить оно в добро. А для смеху ось пшено. На здоровье вам олезь, чтоб был здоровый рид олезь. А від заздресних осіб сием вам пшеницу хлеб. Организаторы подсчитали. Нынешний Вертепфест, который в Харькове проводят уже во второй раз, собрал около тысячи участников со всей Украины. До нас завітала майже тысяча участников из 22 регионов Украины. Больше 60 коллективов, как харьковских, так и украинских. Сегодня заполоняют все улицы. Больше, чем 30 локаций будут посвящены колядкам, щедривкам. Обязательно завидаем и до хлопцев в військовом шпитале, чтоб заколюдовать и замалункувать. Присоединиться к Вертепфесту можно и завтра. Его участники выступят в городском парке и даже в метро. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер Харьков. И на этом выпуск завершен. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. А в прямом эфире увидимся уже завтра. Со Старым Новым Годом и до встречи на Интере. Субтитры создавал DimaTorzok